Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Вадим Пачема. Третья транспортная. На заседании Кабинета министров обсудили масштабный проект по созданию в Чебоксарах нового кольца. Успешная практика. В кардиоцентре провели уникальную операцию на сердце. Наломали дров. В Чебоксарах начали закрывать кафе и рестораны, не соответствующие правилам пожарной безопасности. С 24 по 26 мая в северной столице нашей страны состоится уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Петербургский международный экономический форум. Туда выехала делегация Чуваши под руководством главы республики. Михаил Игнатьев примет участие в работе площадок форума. Проведет ряд деловых встреч с руководителями федеральных органов власти и организаций. Республику также будут представлять молодые предприниматели, участники федеральной молодежной программы «Трип-предприниматель». Организации, которые в научных и образовательных целях изготавливают сельскохозяйственную продукцию, получат государственную поддержку и теперь будут наравне с сельхозпроизводителями. Соответствующее постановление приняли на очередном заседании Кабинета министров. Для обучения и науки шесть организаций аграрного профиля Чуваши ведут активную научно-исследовательскую работу. На опытных сельхозугодиях они внедряют инновационные технологии и занимаются собственным производством. Причем их продукция качественная и конкурентоспособная, отметил министр сельского хозяйства Чуваши Сергей Артамонов. Изменения, которые позволят распространить систему мер господдержки развития сельскохозяйственной деятельности на научные и образовательные организации аграрного профиля, поддержали единогласно. Таких организаций у нас в Чувашской республике шесть. Сюда входит Чувашский не искат цивильский, они не могли получать господдержку. Чувашская государственная сельхозакадемия, в которой я вкладываю. Это федеральные все, они будут за счет наших что ли лимитов получать? Они так же, как и все, всеми формами господдержки могут пользоваться. Также сюда входят Ватровский, Ворнарский, Цивильский, Ядринский техникум сельхозпроизводителями. То есть они на земле работают так же, то есть они теперь могут получать несвязанную поддержку. Тут та же Чувашская сельхозакадемия допущена. Ну понятно, как обычный сельхозпроизводитель. Обсудили министры и масштабный проект по созданию в Чебоксарах третьего транспортного кольца, который решит проблему заторов на дорогах. Сейчас делались запросы в проектные институты. Администрация города совместно с Минтрансом определили, что 147 миллионов будет достаточно для объявления конкурса. Объявят его и подготовят техзадания после уточнения республиканского бюджета. Начать реализацию проекта планируют в 2019 году. Ирина Волкова, Мальвина Петрова, Борис Андреев, Республика. В Чебоксарах начали закрываться пожароопасные места массового пребывания людей. Индикатором послужили совместные апрельские проверки прокуратуры и пожарных. Так в Доме МОД уже не работает паблик-паб и готовится завершать свою деятельность в пиццерии Доровишки. У развлекательного клуба и пиццерии один собственник. Прокуратура совместно с пожарными выявила ряд нарушений пожарной безопасности в этих заведениях на площадях Дома МОД. Повторная проверка показала, что недостатков меньше не стало. А наоборот, появились дополнительные вопросы по пожарной безопасности. В итоге суд вынес решение о закрытии паблик-паба и Доровишек до устранения нарушений. В помещениях, используемых под клуб паблик-паб пиццерии, дровишки, не оборудованы автоматическими противопожарными устройствами, не оборудованы системой противодымной защиты, также отсутствуют дымовые пожарные извещатели. Указанные обстоятельства могут создать угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся как непосредственно в данном помещении, так и непосредственно во всем здании торгового центра. Кроме этого, перепланировка в клубе не соответствовала требованиям пожарной безопасности. Сейчас в паблике все эти нарушения устраняются. Заведение закрыто с середины апреля. В клубе ведутся работы по монтажу систем пожаротушения и оповещения. Собственники говорят, что и сами хотят создать все условия для безопасности посетителей. На данный момент по системе пожаротушения и эвакуационным выходам ведутся переговоры с собственниками дома МОД, так как это входит в их обязанности сдать арендодателям готовое помещение для эксплуатации. По пиццерии «Дровишки» хотелось бы отметить то, что на данный момент мы продолжаем деятельность, так как решение суда еще не вступило в силу. После чего мы будем съезжать с этих помещений, то есть и оставаться там не собираемся. А в «Дровишках», в которых в конце апреля неисправность дымовой трубы привела к пожару, нарушения устранять не будут. Предприниматели решили ликвидировать пиццерию и остановиться на клубе. Я отвечаю за безопасность в здании торгового центра. Дома МОД? Дома МОД, да. И после апрельской проверки у нас выявлено было 39 пунктов несоответствия пожарной безопасности. В ходе проверки на данный момент уже устранены 29 пунктов. Осталось 11 пунктов устранены. Функции наши, как арендодатели в данный момент, мы согласно предписанию МЧС проверяем выполнение данных пунктов. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика. На 3 июня назначены дополнительные выборы в Чебоксарское городское собрание. Нового депутата предстоит выбрать жителям избирательного округа номер 3. На сегодня документы подали 8 кандидатов. Все миры уже зарегистрированы. Среди них два самовыдвиженца и по одному представителю партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и партия пенсионеров. Избирательные участки разболожат в клубе агрегатного завода, Чебоксарском машиностроительном техникуме, школах номер 40, 43 и во дворце культуры трактора строителей. Врачи республиканского кардиологического диспансера за 35 лет спасли десятки тысяч жизней. Сегодня еще одну. В кардиоцентре прошла уникальная операция по протезированию аортального клапана. За ходом операции следила наша съемочная группа. Оперирующий кардиохирург Роман Комаров. Профессор, руководитель клиники артальной и сердечно-сосудистой хирургии Московского института имени Сеченова. В прошлом году он один из первых в стране начал проводить операции по методу Азаки. Испорченный, пораженный артальный клапан заменят не механическим протезом, а клапаном и собственного перикарда пациента. Плюсы этой технологии в том, что, ну как любой биологический клапан, он не требует приема никаких препаратов вообще. И пацан приходит, сделали операцию, забыли о ней, и он ушел дальше. Ну и еще, в общем-то, плюсы какие? Что эта технология дает самые лучшие гемодинамические показатели на клапане. Эту методику придумали японские хирурги, где ее применяют с 2007 года. Теперь этот способ осваивают и чувашские доктора, пока они в качестве ассистентов. Хирурги используют кардиополигический раствор. Он защищает сердце во время операции от ишемии и других повреждений. Нормакор – препарат отечественной разработки. Не имеет мировых аналогов по качеству, длительности, безопасности, эффективности защиты пациента. Высокотехнологичные операции для врачей республиканского кардиодиспансера не в новинку. Таких в год проводят более тысячи. Направлены они на оказание максимально квалифицированной помощи пациентам Чувашской республики в условиях непосредственно нашей республики. Цель одна – облегчить состояние пациентов, снизить смертность, продлить жизнь жителей нашей Чувашской республики. С этой же целью ведущие кардиологи республики и страны собрались на научно-практическую конференцию. Медики обсудили вопросы тактики ведения пациентов с различными патологиями, современные способы лечения и защиты сердца при помощи кардиопротекторов и подтвердили на практике успешной операцией. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика. Получил сообщение, открыл ссылку и лишился денег на банковской карте. О случаях телефонного интернет-мошенничества в нашей республике рассказали в МВД. То, что нельзя открывать ссылки в сообщениях с незнакомых номеров и адресов электронной почты, россияне более или менее усвоили. Так что мошенники пошли дальше. Теперь ссылка, способная лишить вас честно заработанного, может прийти, к примеру, с номера начальника или соседа. В последнее время злоумышленники пытаются распространять ведомостные продукты через зараженный телефон. То есть как это делается? Как правило, после заражения телефонного аппарата, ну, допустим, одного из абонентов Чувашской республики, происходит рассылка самого ведомостного пакета внутри телефонной книги. Вот один из тысяч видов так называемого бесконтактного мошенничества. За этот год жители Чувашии так или иначе попались на удочку 415 раз. И это только те случаи, которые зафиксировали правоохранительные органы. Начали появляться потерпевшие, которые заказывают, например, билеты на самолет через интернет, попадают на фишинговый сайт, вводят данные своей банковской карты, потом впоследствии преступники снимают у них деньги. Либо находят интернет-сайт, где-то дом отдыха какой-нибудь. Интернет-сайт тоже оказывается фишинговым. И переводят деньги преступникам для забронирования тех или иных комнат жилья. Впрочем, иногда мы сами ищем себе приключений. Так школьница из Чебокса решила через интернет купить ответы на вопросы предстоявшего ей основного государственного экзамена. Ответов девушка, конечно, не получила, зато перевела мошенникам 64 тысяч рублей. В Министерстве образования просят учеников и родителей быть бдительнее. Воспользоваться чем-либо, кроме собственных знаний на экзаменах, все равно не получится. Везде, в 9 классах оффлайн, в 11 классах онлайн, ведется полная запись, наблюдение. Если кто-то увидит, что есть шпаргалка или телефон, даже если он не пользуется им, если вы выявили, то сразу ребенок удаляется с экзамена. Результаты аннулируются, естественно. Прямо сейчас, пока вы смотрите этот сюжет, мошенники придумывают новые способы обмана. Будьте внимательны, чтобы не стать мухой во всемирной паутине. Ольга Пырычкина, Елизавета Зайцева, Борис Андреев, Республика. В Канаше местная жительница признана виновной в убийстве своего новорожденного ребенка. 22 апреля прошлого года местные жители нашли тело в ручье. В ходе расследования проверили 100 женщин. Виновную определили по ДНК. Свою вину она признала. 4 января 2017 года она у себя дома родила девочку, после чего положила ее в таз с водой, в результате чего новорожденная захлебнулась и скончалась. После этого женщина положила тело новорожденной в пакет, отнесла ее в безлюдное место на территории гаражно-строительного кооператива, где сокрыла в ручье, при этом продолбила прорубь при помощи отвертки, после чего скрылось место преступления. Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Чебоксарский международный кинофестиваль набирает обороты. Сегодня во всех кинозалах республики показывали конкурсные картины, этнические и региональные ленты, а также документальное кино. Впереди еще два фестивальных дня. О том, чего ждать от кинофорума в этом году, о детских программах и документалистике, смотрите сегодня в программе «По существу». Юлия Важенина пригласила в студию актера театра и кино Сергея Друзьяка. Интервью выйдет в эфир сразу после информационной программы «Республика». А я с вами прощаюсь. До завтра.